Многие годы рентгенография легких оставалась золотым стандартом в диагностике пневмонии. Для борьбы с пандемией 21 века чувствительности старого доброго рентгена стало недостаточно. Выявлять изменения в легких на ранней стадии научили компьютерные томографы. Пройти обследование на аппарате последнего поколения с элементами искусственного интеллекта теперь можно и в Ульяновске. Закупить новое оборудование общей стоимостью более 44 миллионов рублей удалось благодаря финансовой поддержке резервного фонда правительства России. Это совершенно другого уровня машина. 64 среза позволяет нам делать более тонкие реконструкции. Соответственно, более тонкая реконструкция, более точный диагноз. Точный диагноз – это своевременно начатое лечение и, конечно, это залог выздоровления. Этот аппарат позволяет еще к тому же делать скрининговые исследования грудной клетки. Тем самым они будут уменьшать лучевую нагрузку до уровня одного рентгеновского снимка. Хотя исследование на этом аппарате делает больше 100 аксиальных поперечных срезов на одного пациента. Наблюдать за состоянием пациентов на протяжении всей процедуры исследования стало возможным благодаря специально адаптированной видеокамере. Автономный планшетный компьютер позволяет врачу регистрировать больного, управлять аппаратом и выставлять необходимые параметры, не покидая модуль до момента непосредственного включения лучевой нагрузки. Всего 5 минут требуется на полное обследование одного больного. За сутки процедуру компьютерной томографии только в этой больнице проходит от 80 до 125 человек. Особое внимание к размерам нового томографа. Проводить необходимые исследования на таком аппарате комфортно даже тем, кто боится замкнутого пространства. Для того, чтобы установить передовое оборудование, в медучреждении возвели отдельный модульный комплекс, провели кабельные линии и установили бетонные основания. Возможность пройти обследование появилась и у людей с избыточной массой тела. Максимально допустимый вес увеличили до 227 килограммов. После пандемии аппарат продолжит работу на профильных рельсах больницы. По словам врачей, такая машина может обследовать человека от головного мозга до кончиков пальцев. Специалисты уже обсуждают возможность проведения на этом оборудовании высокотехнологических исследований уровня кальция в сосудах сердца. Яна Федорищева, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ.